Хорошо, отвечу по-другому. Знаете, поскольку... Я считаю, что Украина – это следствие вот этих цветных революций и теории управляемого хаоса. Известно, откуда это исходит. И, к сожалению, в данном случае от Украины ничего не зависит. И мало что зависит от России. Знаете, тут... Нет, неправильно я сказал. От России зависит кое-что. Но источники этого, значит, хаоса, они находятся за океаном. Вот что может утихомирить вот эту ситуацию? Только одно – сознание европейцев, что Европе не нужна война. У них под боком. Когда это происходит на Ближнем Востоке, там, в Африке, там, еще где-то, в Латинской Америке, это, пожалуйста, это далеко, это повод для газетных статей, телерепортажей, значит, и так далее. Когда это где-то рядом, это опасно. Вот я думаю, что именно по этому принципу, значит, несмотря на совершенно разные политические взгляды, такие люди, как Меркель, Алланд, значит, приехали в Минск для того, чтобы это дело утихомирить. Вот надежда у меня на это, надежда у меня на Европу, значит, естественно, надежда у меня на Россию, потому что это уже совсем близко от наших границ. А кроме того, вообще, мне кажется, эта ситуация довольно абсурдная, потому что я думаю, что русские и украинцы – это один народ, разделенный, ничем не разделенный. У них разный диалект одного и того же языка. Это все, чем они отличаются друг от друга. Вот, я думаю, что все-таки разум восторжествует в головах и одной, и другой стороны, и через, там, думаю, 10 лет мы будем про это вспоминать как про страшный сон. Причем, вот сейчас ситуация напряженная, но, знаете, когда была ситуация с Чечнёй, тоже трудно было себе представить, что Чечня – это будет один из самых спокойных регионов России, который сам способен наводить порядок в каких-то регионах по соседству. Поэтому я смотрю с оптимизмом на развитие отношений России и Украины. И еще раз повторяю, это один народ. Продолжение следует...